Да, здравствуйте, меня зовут Глеб. Я расскажу вам про Kubernetes и про то, чем занимается наша команда. Команда, которая называется Site Reliability Engineering Team или инженеры надежности. Ну, для начала давайте вспомним, что же такое Dodois. Dodois сейчас это 12 стран, 130 серверов, вы не ослышались. Ну, тут включая сервера для разработки, но, в общем, их прям много. Около 35 сервисов и около 20 дополнительных всяких сервисов, типа мониторинга, обслуживания и все остальное. То есть у нас сейчас на поддержке где-то 55-60 сервисов. Сервис — это какая-то часть, типа трекер, какая-то часть системы, трекер или касса доставки или что-то еще. И когда я пришел в 2015 году в компанию, у нас вся система состояла из бэк-офиса и сайта клиентского. Еще был персонал, ну, в общем, объем был такой, что было всего, по-моему, 4 сайта, которые смотрят наружу. И там одна база данных, и все. Сейчас система выглядит примерно вот так. Вам не обязательно вникать, что здесь происходит, но вы все знаете, на самом деле, что здесь происходит, потому что здесь менеджер смены, личный кабинет сотрудника, вы все прекрасно знаете все вот эти сервисы наши и пользуетесь ими постоянно под системой безопасности, всякие сайты. И вы понимаете, да, что по сравнению с тем, что было раньше, это, конечно, большой шажок вперед. Мы за три года много чего разделили, много чего придумали нового. И что же, для того, чтобы рассказать, что такое Kubernetes, давайте немножко вернемся на 100 лет назад в индустрию грузоперевозки. И представьте себе, 100 лет назад корабли, ирландцы за 30 копеек погружают на эти корабли бочки, сундуки, все, что хотите, всякие разные, разнокалиберные грузы. И это все очень долго, нужно большое количество портовых работников, это все вручной труд. Видите, тут как бы краны были, но их было не очень много, причем на самих кораблях были краны, и практически это все вручную перетаскивалось. А теперь давайте проведем сравнение с нашими текущими, с нашей текущей, так скажем, инфраструктурой. У нас сейчас есть виртуальные машины, они различных размеров, точно так же здесь грузы разного размера. Есть большие бочки, есть маленькие бочки, их всех нужно как-то сложить в корабль, чтобы он еще при этом уплыл. У виртуальных машин есть разные роли. Тут то же самое, есть бочки, есть сундуки, в общем, разнокалиберный груз, который либо просто погружают и складывают, либо его как-то пытались упаковать, были специальные люди, которые упаковывали груз для того, чтобы его больше вместилось. То есть полуручной труд, у нас полуручной труд, нам хорошо, мы в софтвер инжиниринге, мы можем что-то сделать автоматически, то там, конечно, что-то лет назад ничего автоматически практически не было сделано. И, естественно, был хаос. Хаос, как и везде, в любой сфере без какой-то системы, без автоматизации, с большим количеством ручной работы. Либо ты вкладываешься в какие-то штуки для уменьшения этого хаоса, либо у тебя он, собственно, есть. И также для этого всего требуются специальные люди. То есть у нас есть специальная команда минус структуры, или SRE, как она сейчас называется, которая отвечает за эти сервера, и она вынуждена помнить, где там что, куда выложено, где как. Точно так же и здесь. У тебя там специальная команда, которая перекладывает, специальная команда ирландцев. И это очень неэффективно. По сравнению с текущими наработками, это очень неэффективно. И 10% утилизации, то есть 10% загрузки одного сервера, это очень хорошо для нас. Это прям вообще очень круто. То есть в среднем у нас загрузка одного сервера, большой, маленький, это примерно около 10-20%. Ну и здесь то же самое. Вы думаете, там все работники прям 100% работали или нет? Кто-то там ждал, пока, туда-сюда. Но в 2012-2013 была придумана технология, которая называется контейнеры, контейнеризация. И контейнеры вообще придуманы были лет 10 назад в компании Google, но компания Docker, она их как бы внесла в... Она сделала утилитку для разработчиков, которая позволила наши программы упаковывать в контейнеры, которые выглядят, работают. И это все работает примерно как контейнерная эволюция, как контейнерная революция в 50-х годах. При помощи докера наши программы, они становятся стандартными, как и контейнеры для грузоперезы. Они стандартные, там сколько-то футов они в ширину, они легковесные. То есть эти контейнеры, их спокойно поднимаются одним там погрузчиком автоматическим или там полуручным. Наши программы, они тоже легковесные в этом докере, ты их можешь запустить практически на любом сервере. Они изолированы, то есть контейнер ты его закрыл и все, с ним ничего не будет. Они переносимы. Контейнер, который ты запустил у себя, то есть программа в контейнере, которую ты запустил у себя на компьютере, на вашем там макбуке или где-то еще, она точно так же будет работать на тысяче виртуальных серверов в дата-центре. Они тестируемые, поскольку все стандартное, оно же может быть легко протестировано. И они компонуемые, то есть ты вот эти вот там тысячи контейнеров можешь скомпоновать и спокойно погрузить на один корабль. Kubernetes это система оркестрации. Да, это такое слово новое, модное. В общем, Kubernetes это штука, которая управляет вот этими множеством контейнеров. Она погружает их на один сервер, который после этого выглядит примерно как корабль. Ее написали в компанию Google. Спасибо им большое. Она свободная и с открытым исходным кодом. То есть мы можем использовать в Китае, в России в Яндекс.Облаке, в Ажуре, где угодно, в Амазоне, собственно в Гугле. Она, ей где-то в среднем команде, средней команды разработки нужна где-то неделя, чтобы научиться и пользоваться. То есть если у них все есть, они за неделю, там, две максимум учатся и пользоваться. И они уже достаточно продуктивны с ней. Она, конечно, сложная для того, чтобы полностью как бы начать пользоваться всеми фичами, но это просто потому, что их очень много. Там она была настолько… Она сделана под веб-разработку, собственно, то, чем мы занимаемся. Поэтому она очень классно въезжает именно в наши всякие трекеры и все остальное. То есть это очень… Она сделана прямо под компанией веб-разработки. Поэтому нам очень нравится. Давайте посмотрим, что сейчас, какие же проблемы все-таки она решает. Сейчас у нас много-много разных серверов. Одни обслуживают Россию, другие обслуживают Азию, типа вот Казахстан, про который рассказывали. Третьи обслуживают Европу. Кто-то просто пропускает через себя другие запросы, чтобы их… Чтобы раскидать нагрузку на все остальные сервера. Какие-то сервера занимаются базами данных, какие-то сервера занимаются просто какими-то другими приложениями, какие-то сервера занимаются мониторингом. И для этого всего реально нужна одна команда, чтобы помнить вообще, кто чук, да, здесь. И заметьте, что прям наглядно видно, что средняя утилизация, она примерно около 10%. И разработчики напрямую… Ну, это слишком сложно в целом, чтобы прям помнить. То есть надо быть прям в теме, чтобы помнить куда, что, когда. И это достаточно большая нагрузка, поэтому прям нужна отдельная команда, инфраструктура. Что же происходит с Кубернетасом? Кубернетас, поскольку это система оркестрации, Кубернетас – это такая прослойка между серверами и, так скажем, разработчиком. И разработчики, они просто говорят Кубернету, типа, сделай мне, запусти мне какое-то приложение. Ему не важно, этому разработчику не важно, где сервер находится, какой сервер, что с ним происходит. И вы видите, да, что все сервера называются одинаково. Нод 1, 2, 3, 4, 5. И у нас в… у нас в индустрии очень есть такая известная фраза cattle versus pets, то есть скот против домашних животных. Когда у вас заболел домашний животный, сервер домашних животных, вы его там лечите, пытаетесь им что-то сделать, там, по головке гладите. Когда у вас заболел животный, так скажем, в табуне, вы выводите его, пристреливаете и идете дальше. Вот такая вот аналогия, она очень понятная. Ну что, если нод 5 у нас ломается, мы его пристрелим, удалим, нам ничего за это не будет. Поднимется еще один разработчик, мы вообще никто не будет знать, что с ним произошло. В смысле, мы, конечно, будем знать, она все злогинера, но нам будет все равно. На продакшн это никак не повлияет. Почему контейнеры? Потому что вот эти вот, когда мы запускаем программное обеспечение внутри контейнеров, этот кубернетус, эта система, она может сама распихивать его по разным серверам. И таким образом повышая утилизацию, делая там надежность и все остальное. Ну и очень много плюсов у этого подхода. Как минимум, скорость разработки. То есть команда, которая начинает пользоваться кубернетусом, она может 10 раз в продакшн в день выкладываться. И это абсолютно нормально, безопасно. И мы об этом даже не знаем. Мы команда, которая обслуживает кубернетус. Давайте посмотрим конкретное применение, ну конкретную пользу, которую дает кубернетус. Это наш суточный цикл. Вот тут 4 дня, понятно, день, ночь, день, ночь. И ночью гораздо меньше нагрузка. Просто вот больше, чем в 2 раза меньше нагрузка. И зачем платить за сервера, когда, собственно, ночью мы их вообще не используем практически. Правильно, незачем. И кубернетус берет все эти контейнеры, перекидывает их на 2 сервера, и остальные просто отстреливают, когда, собственно, меньше нагрузка ночью. Или если в пятницу вечером пришли люди, кубернетус сам запустит больше серверов, это все происходит автоматически, с удобным интерфейсом, с мониторингом и все остальное. То есть это называется оркестрация. То есть кубернетус как дирижер. Он дирижирует этими контейнерами, в которых мы все запихали. Вот и все. Какие у нас сейчас результаты? У нас в продакшене уже работает 5 сервисов на всю Россию и не только. Это твборды, те самые beta-tvboards.dodapizza.ru, которые сейчас, это все работает через кубернетус. Геосервис – это штука, которая кэширует координаты Яндекса и Гугла для доставки. Вы все этим пользуетесь. Рейтинг-сервис – это тот самый сервис оценки заказа. Он тоже работает через кубернетус. И апселл-сервис – это штука, которую вам советуют додстер купить, когда вы положили пиццу в корзину. Или не только додстер, там картошку. Вот это все уже работает на кубернетусе. И мы очень хотим как можно быстрее всю нашу DDIs перенести в кубернетус полностью, чтобы мы вообще не задумывались о серверах, а задумывались об фичах и всяких классных сервисов. На этом все. А, еще учет. Я забыл учет. Еще учет работает, да, 6 сервисов. А, нет, 5. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ